Девушки отдыхают 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 Тебя подвезти до больницы. Ну, от такого предложения не смею отказаться. Поехали. Кто это? Где? Я никого не видел. Стой! Кто ты? Стой! Надо известить Коробейникова. Ну, что я могу сказать. Треляли явно за близкого расстояния. Но не в упор, а то точно. Вер, полагаю, наступил мгновенно. Судя по следам, жертву убили на аллее, а потом оттащили во враг. Это, кстати, логично. А ведь там, в низине, тело долго могло оставаться незамеченным. Ах, батюшки. Господи боже мой. День добрый, господа. Мое почтение, Яхт Платоныч. Здравия желаю. Мне сказали, Анна Викторовна обнаружила тело. Да, это так. И я уже ее опросил. Господа, я с вашего разрешения пойду за санитарами. Личность убитой установили? Пока нет. А где нашли тело? Неподалеку от дома Мироновых, Адамовых. И дома Разумовских? Именно так. А кто теперь там живет? Некто Клюев купил дом пару месяцев назад. Кто таков? Помещик. Без особых занятий. Весьма богат. Недавно вернулся из-за границы. В городе я его пока не встречал. Вероятно, занимается обустройством. Любопытно. Дорогая вещь. Стало быть, не ограбление. Мы кое-что еще нашли, Яков Платоныч. У нее в кармане было вот это. Жду в десять твой до гроба. Похоже, шла на свидание. Тропинка, на которой было совершено убийство, ведет к дому Адамовых. У них там сын шалопай-картежник. И до женского пола слаб. Ну, если только она не служила у Мироновых. Нет, нет, не служила. Значит, скорее всего, служила у господина Клюева. Или у Адамовых. Я поеду к Клюеву, а вы займитесь Адамовыми. Да, не извольте беспокоиться. Я найду чем заняться. Но ведь Адамовыми кто-то должен заняться, если вы не против. Увидимся в полицейском участке. Девочки. Тихо. Тихо. Девочки. Простите, что прерываю ваш завтрак, господин Клюев, но дело срочное, я из полиции. Да, мне доложили, откуда вы? Штольман Яков Платоныч, судебный следователь. Скажите, кто еще, кроме вас, проживает в этом доме? Кучер, горничный лакей. Я могу увидеть горничную? А в чем дело? Это я ей объясню. Для начала извольте объяснить мне. Сударь, произошло убийство. Извольте пригласить сюда свою горничную немедленно. В противном случае я вызову наряд полиции и прикажу обыскать дом. Горничная нет дома, она должна была подать мне завтрак, но куда-то запропастилась. Все. Скажите, вам знакома эта вещь? Да, это ее кулон. И ключики наши с… Анфиса Ублия. Застрелили вчера вечером в парке недалеко отсюда. Вы сказали, ее звали Анфиса. Да, Анфиса Лужина. Тело находится в Мертвецкой. В больнице вам необходимо будет явиться туда для опознания. Да, конечно. А где ее комната? Мне нужно ее обыскать. Прошу. Любопытно, откуда у горничной такое дорогое украшение? Я тоже задавал ей этот вопрос. Она ответила, что кулон ей подарил ухажера, сын купца. Какого купца не уточняла? Нет. Не вдавался в подробности. А вы ведь сами не из этих мест? Приехал из-за границы. Решил обосноваться здесь. Почему Задонск? Славное городишко. А Анфиса давно у вас служила? Я нанял ее сразу по приезду два месяца назад. Она приехала из деревни. Отец умер. Мать жива. Ну, что ж. Письма и кулон я изымаю, а вас попрошу запереть комнату и… И никого сюда не пускать. Без моего разрешения. У вас еще есть вопросы? Говорят, девушка была весьма хороша собой. Да, красавица. Предвижу следующий вопрос. Романа у меня с ней не было. Отчего же? Что за странный вопрос, господин, что ли? Весьма резонный вопрос. Живете вы один, как я вижу. Горничная красавица, не замужем. Не имею обыкновения заводить шашни с горничными. А известна вам судьба предыдущего владельца дома? Да, известно. Он был убит. А это и имеет отношение к делу? Полагаю, нет. Я расследовал то дело об убийстве. Вот как? Ну, раз вопросов больше нет… Всего доброго. Ну, что, болит? Так стреляет. Да ничего всего ночи не спала. Может, меня сглазил кто? Воспаление у тебя, милая. Застудила, наверное? Ага. Так. Я обработаю и с тобой тебе лекарства дам. А ты дома промывать будешь, поняла? А, может, не надо, сестричка. А может, я дома сама святой водичкой полечусь? Оглохнуть хочешь? Все болезни от грехов. От порции сглаза ведьминого наговора. Что с вами? Убили безвинно. Кого? И осудят безвинного. Помоги. Долго еще? Нет. Идем на кушетку. С ночи пьян. Говорить с ним сейчас все равно, что с псом. Только вот толку от пса-то больше. В эту записку ваш сын писал? Позвольте, я взгляну. Да, это его рука. Как видно, здесь приглашение на свидание. Как думаете, кому может быть адресовано? Да, мало ли. Володя не женат. Бывают увлечения. Простите, можно водички? Да, конечно. У вашего сына есть револьвер? Револьвер? Нету. А почему вы спрашиваете? На тропинке к вашему дому было обнаружено тело молодой женщины. Убито выстрелом из револьвер. О, Господи! Где ваш сын был вчера вечером? Ну, как где? В трактире. Когда ушел, когда вернулся? Ушел в районе десяти, вернулся к утру. Ясно. Я надеюсь, к вечеру он проспится. Благодарю, я не прощаюсь. Дальше. Убитая Анфиса Лужина служила горничной в доме господина Клюева. Он признал ее вещи и ключи от дома. Сегодня приедет в больницу на опознание, но думаю, ошибки быть не может. Клюев, Клюев. Это тот, что купил дом у князя Разумовского. Да, несчастье. Говорил я ему, что этот дом проклят. Что? Нет, нет, ничего. Клюев сказал, откуда у горничной такой дорогой кулон? Говорит, что какой-то купец подарил. В комнате у Анфисы я обнаружил письма любовного содержания, подписанное неким Мазиным. Это булочник. Интересно, младший или старший? А что у Адамовых? Володька пьянца вчера. Мама выговорить не в состоянии. Но записка писана его рукой. Родители подтвердили. Ну вот, Ларчик просто открывался. Она, стало быть, шла к нему, а он ее. Да. Мотив? Пьяный, дурной. Вот и мотив. Я бы не торопился с выводами, Николай Васильевич. Нужно проверить Мазина. Антон Андреевич, вы возьмите на себя труд, зайти к нему, ну а после к Адамову. Будет исполнено, Яков Платоныч. Однако прошу вас не забывать, что начальником сыскного отделения теперь являюсь я. Ну что, всегда помню и надеюсь на всестороннее содействие, Антон Андреевич. Честь имею, господа. Помилуйте, Антон Андреевич, никто у вас места не отнимает. Благодарю покорно. Анна Викторовна, пришли для опознания. Антон Андреевич. Да, это она. Доктор, там это, народ собрался. Какой народ? А ну, разойдей! Ах, вот оно что. Отдайте! 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 Кровиночку мою! Дошку мою, Антису, отдайте! А ну, разойди! Да поймите, вскрытие необходимо, чтобы найти дополнительные улики, которые помогут преступника изобречать. Да как же ты его найдешь, если разрежешь ее? Что у нее внутри, что ли, его искать? Грех это, грех? Да не могу я. Ну, к полицмейстеру идите, если он распорядится. К полицмейстеру! К полицмейстеру! Доктор, а представьте меня вашей помощнице. Андрей Петрович Клюев, прошу любить его и жаловать, Анна Викторовна Миронова. Так, я должен быть ваш сосед. Мне давно надо было нанести визит вам, чтобы познакомиться. Ну, все дела до хлопоты. Будем рады видеть вас в любое время. Благодарю. Так вы сестра милосердия. Ну, что вы. Анна Викторовна моя незаменимая помощница. Я бы даже сказал, правая рука. Между прочим, медицину изучала в Париже. Впечатлен. Признаюсь, большая редкость встретить молодую деятельную женщину в русской провинции. Я бы очень хотела, чтобы это изменилось. Мне бы хотелось продолжить наш разговор. Вы не против, если я провожу вас до дома? У меня есть неоконченные дела в больнице. Простите, это займет время. Я подожду. Пойдемте. 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 Добрый. Судебный следователь Штурман. Вам знакомо это украшение? Положим. Что значит положим? Знакомо или нет? Положим знакомо. Послушайте. Ее приобрел Федор Голубцов. Сын купца Голубцова. Знаете, где его найти? Так ресторан у Голубцовых на центральной улице. А сын отцу помогает в ресторане. Благодарю. Пойдем. Так вы учились в Париже? Я тоже много времени провел за границей. Не скучайте в Затонске? Это не столь уше важно. Люди везде люди. Они нуждаются в помощи. Они нуждаются от защиты. И потом, знаете, наша жизнь в Затонске только со стороны кажется спокойной. Я вот все думаю о вашей гормочной. Ой, да. Страшная история. Бедная девочка. Еще вчера была полна жизни, а сегодня лежит уже без дыханной. На прозекторском столе. На ней была совсем новая пара обуви. Из одного ботинка вывалилась монета. Значит, моя Анфиса собиралась под венец. А почему вы так думаете? Ну, потому что монетку подкладывают под пятку, чтобы жизнь в новой семье богатой была. И новую обувь невеста покупает. Вот таков обычай. Ну, конечно. Конечно, вы правы. И платье у нее было светлое. Почему же мне это с самого головы не пришло? Андрей Петрович, простите, я сейчас должна вас покинуть. Ну, писал я Анфисе. Ну, и что с того? Я многим пишу. А что это значит, многим? Люблю я это дело. Какое дело? Ну, письма писать. Про чувства. Угу. Где ты был вчера между девятью и одиннадцатью? В пекарне. Утреннюю выпечку закладываю. Два наши пекаря были со мной, можете у них спросить. Ясно. Значит, пишешь разным девицам, да? Погибнет тот, кто следует своим страстям. Что? Кости тебе переломают, вот что. Антон Андреевич. Анна Викторовна. Здравствуйте. Искала вас. Булочку, любезный. Будь добр. Конечно. Что стряслось, Анна Викторовна? В ту ночь Ансиса Лужина собиралась с кем-то обвенчаться. У нее было светлое платье, новая пара ботинок и монетку она положила под пятку для богатства. Ах, вот оно что. Благодарю. Анна Викторовна, но как вам удалось все это узнать? Очень просто, Антон Андреевич. Вещи разбирала в прозекторской. Или она вам являлась? Являлась. Боялась, что осудят безвинного. Анна Викторовна, я вас очень прошу, если вам удастся еще что-то выяснить, вы мне обязательно сообщите. Сообщу? Ну и вы, Антон Андреевич, держите меня в курсе расследования. Все непременно. Добрый день. Желаете отобедать? Желаю поговорить с господином Голубцовым, младшим. А его сейчас нет. Тогда со старшим. Извольте подождать. Господин Голубцов? Да, я. Штольман, судебный следователь. Что-то не припомню вас. Недавно приступил к обязанностям. Ясно. Ну и что же привело вас в мой ресторан? Присаживайтесь. Убитая Анфиса Лужина. Ваш сын состоял с ней в отношениях. Я хотел бы поговорить с ним. Лужина. Никогда не слышал. Служил и горничным господина Клюева. Мой сын не бегает по горничным. Минуту. На теле убитой найдено украшение. А у ювелира его купил ваш сын. Говорил я ему, брось ты ее, не стоит она тебя. А он ей, видишь, золотишко дарил. Так что, убили ее, говорите? Не мудрено. Мимо меня ни один мужик не мог спокойно пройти. Она как будто обворожила их. А где ваш сын находился вчера вечером? Не знаю. А сейчас он здесь? Нет, уехал в деревню с абравиантом. Да не думайте вы, что это он убил ее. А Мафедька не такой, зачем ему? Передайте своему сыну, что ему нужно будет явиться в полицейский участок и дать показания. Как только он появится в городе. С Анфисой Лужиной состоял в отношениях? В отношениях? Да она любовь всей моей жизни была. Ах, стись, молодь, отдал я ей, одни только деньги были нужны. Да не смейте так говорить о ней. Да Федька, Федька Голубцов ее убил. Он за нее хлестывал. Он мне завидовал, что она меня любила. Понимаешь? Вот как. А записку ты писал? Записку, да, я. Мы с ней условились в амбару встретиться в десять вечера. Я час ее прождал и потом пошел в трактир горе свое запивать. Думал, струсила она. Тайно обвенчаться хотели? Откуда знаете? Я все знаю. Попру сказал. Я ведь божился молчать, сволочь, а? Слава тебе, господи, отвел. Бог беду. Да не твое это дело, а? Не лезьте уж, ну. Револьвер есть? Был. Неделю назад потерял в трактире у Голубцова. Ах, как все складно-то у тебя. Револьвер потерял у соперника. Да? Из города никуда не уезжать. Мы будем все тщательно проверять. Ну, не мог я, Яков Платоныч, не мог. Да поймите же вы, это процессуальное нарушение. Николай Васильевич, вы отдали им тело без скрытия. Тут такое дело, Яков Платоныч. Ну, толпа целая собралась, чуть ли не бунт. Батюшка приходил, просил. Мать эта рыдала. Но вы же понимаете, что теперь мы не сможем определить, из какого оружия они стреляли. Ну, помилуйте, Яков Платоныч, что тут дело-то простое. Не один любовник, только другой. Николай Васильевич! Яков Платоныч, как начальник местного полицейского управления, я отдал приказ во избежание народных волнений. Ну, вы-то, вы-то, Антон Андреич, почему вы не воспротивились? Вы начальник сыскного отдела! Яков Платоныч! Я… Яков Платоныч! А почему это вы берете на себя труд некоего инспектора, ревизора? Да. Вы диктуете нам свою волю, а я позволю себе напомнить вам, что полиция обязана учитывать местные реалии, о которых вы, вероятно, забыли за время вашего загадочного отсутствия! Господа, честь имею. Дон Андреич, я и не знал, что вы так можете. Я прошу прощения, Николай Васильевич. Не мне вам рассказывать, что умеющий сдержать гнев непременно доживет до старости. Ну, вы сами видите, ситуация из ряда вон. Я не понимаю, где он был все эти пять лет? И почему вернулся в том же чине, с его способностями, связями? Вы же знаете его характер. Да, но думаю, что здесь что-то большее. Он что-то скрывает. Тут какая-то тайна. Тайна? И какая? Позвольте знать. Я полагаю, что его прислали в Затонск с какой-то тайной миссией. Миссией? Миссией. И какие же секретные миссии могут быть в нашем городке? Какие? А вы разве не помните, какие плелись интриги пять лет назад? То-то и оно. Я уверен, что Яков Платоныч тут не случайно. Антон Андреевич, вот что. С телом ведь действительно не очень хорошо вышло. Яков Платоныч прав. Голубчик, я прошу вас, как можно быстрее расследуйте это дело. Да. Приложу все усилия. Я на вас надеюсь. Надеюсь. Голубчик, я на вас надеюсь. Голубчик, я на вас надеюсь. Голубчик, я на вас надеюсь, что я не могу посмотреть, да? Заткнись. Ты мне рот не затыкай. Посмотрите на него. Посмотрите, вот он, убийца. Потешиться пришел. Что, позавидовал нашему счастью, да? Подкараулил ее, убил. Ты убил. Передумал. Маменький испугался. И концы в воду. Как ты смеешься? Разойдись, говорю. Разойдись, говорю, полиция. Задержаны оба за драку. Так их окаянных. В участок их. Оба ее довели. Хотя мизинцы ее не стоили. Ой, да покойся ты Бога, Ефросинья. Чем твоя дочка лучше других была? За ней тоже грехи водились. Какие такие грехи? Да если чем и провинилась моя Анфисушка, так Богу ее судить, а не тебе. Это ты. Ты ее неволила. Ты их житья не давала. Верно говоришь. Ты не мать, а бревно бессердечное. Типон тебе на язык. Трогай. 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 Зловещая тень вновь упала на Затонск. Зловещая тень. Тут и про тебя есть. Уж не связаны ли эти потоки несчастья с тем, что в Затонск вернулась наша индорская волшебница Анна Миронова? Нет, каково? Нет, я обязательно ему отвечу, этому господину в нашей колонке. Он у меня еще попляшет. Все как всегда. Пришло письмо от соседа Клюева. И я, конечно же, ответила ему приглашением на ужин завтра. Очень приятный молодой человек. Мы сегодня с ним познакомились. Я очень рада, что ты заводишь новые знакомства. Тебе нужно больше бывать в обществе, развлекаться. Анна? Ты куда смотришь? Я устала. Прости, я пойду к тебе. Не уходи, ты мне нужна. Что? Уйди. Уйди, я сказала. Отставь ее. Лабазы Афанасия Клычкова. Что? Какие лабазы? Лабазы Афанасия Клычкова. Что? Ты что-то спросила? Я? Нет. А ты как себя чувствуешь, мама? Хорошо. Почему ты спрашиваешь? Спокойной ночи. Спокойной ночи? Ладно. Так. Ну… Опять взялась за старое? Бегала по лесу с полицией? Твоя мать была против, но… Я не считаю возможным… Вмешиваться в чьи-либо отношения. Это тебе. Это тебе. Драгоценная Анна Викторовна. Возможно, я ненавистен вам или вы давно меня забыли. В таком случае я со смирением приму это и больше никогда вас не побеспокую. Я поступил бесчестно, оставив вас одно в ту ночь и… Хоть на то были причины, от меня не зависящие, я знаю, что у меня нет прощения. Поверьте, за все эти пять лет не было ни дня, ни секунды, когда бы я не думал о вас и не мечтал о нашей встрече. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Яков Платоныч, это вы вчера ночью задержали на кладбище Владимира Адамова? Доброе утро, Антон Андреевич. Да, я. А не кажется ли вам, что это… Что это как-то… На каком основании? Оснований больше, чем предостаточно. Господин Адамов имел возможность и мотив для убийства Анфисы Лужиной. По его словам, и револьвер у него имелся. Это я прочитал в вашем рапорте. Ну, револьвер он потерял. Ваше благородие, не погубите. За что бы мы его в Федьку забрали? Не виноват он! Сейчас мы разберемся с револьвером, Антон Андреевич. Ваш сын тоже имел возможность и мотив для убийства. Какой же у него был мотив? Ревность. Анфиса собиралась замуж за другого. Это тоже из вашего рапорта? Ну, что ж, господа, отцы в ваших силах облегчить участь сыновей. Давайте разберемся сперва с револьвером. Это правда, что Владимир Адамов оставил револьвер вашем, господин Голубцов, заведении? Правда, так оно и было. Стало быть, револьвером мог воспользоваться он? Нет, нет, не мог. Так я вернул револьвер Никифору Семеновичу как раз накануне убийства. То есть, револьвер был у вашего сына в ночь убийства? Нет, револьвер был у меня. Зачем же вы солгали? Простите, я не хотел, чтобы Володька был обвинен в этом убийстве. Значит, револьвер был у вас. Тогда я спрашиваю. Это вы убили Анфису для того, чтобы предотвратить ее брак с вашим сыном? Господь с вами. Я не убийца. Я весь вечер и всю ночь был дома. Жена и слуги подтвердят. Очень хорошо, господа, но этого недостаточно. Скажите, в котором часу вы передали револьвер в дом Адамов? В десятом часу. Владимир был дома? Да, я видел его мельком. Значит, он мог видеть, как господин Голубцов передавал вам револьвер? Нет, не видел. Мы потихоньку переговорили в передней. Потом я револьвер убрал в стол. Родители всегда думают, что дети их не слышат, Антон Андреич. Ваш сын имел возможность взять револьвер из стола и вернуть его на место. Ну, мой-то сын не виноват. Отпустите его. Вы не могу. Где вы хранили револьвер? Дома? В ресторане. Тоже в столе. По заключению доктора Милца убийство произошло с девяти до одиннадцати часов. Значит, ваш сын тоже имел возможность взять револьвер и вернуть его на место. Мне очень жаль, господа, но ваши сыновья останутся под стражей. А других подозреваемых не хотите проверить? Вы имеете в виду себя? Да, у вас тоже была возможность и мотив. Вы убили Анфису, а позже передали револьвер господину Адамуну, чтобы отвести от себя подозрение. Не убивал я ее, клянусь. А вот лобазник, этот, как его там, вот он мог. Клычков Афанасий. Ну, она ни в какую упиралась. А лобазник этот, он… Она околдовала его, и он уже запил, и бросил свое дело, и по миру пошел. Он ее и прижил, сердцем чуял. Где мне его найти? Лобазов, в Слободе, на окраине. Вынужден просить оставить нас, господа, это в ваших же интересах. Чем быстрее мы найдем убийцу, тем скорее ваши сыновья будут свободны. Да, и господин Адамов, принесите револьвер в участок. Лихо вы с ними. А вы с господином полицмейстером не оставили мне выборы. Лихо, лихо, лихо. Лихо, лихо. Где меня здесь? Слушаю, барын. Есть здесь кто-нибудь? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА О, ИНТРИМОТЕЛА О, ИНТРИМОТЕЛА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Она! Она! Я здесь! Кто здесь? Яков Платоныч, что вы здесь делаете? Анна Викторовна, я хотел бы спросить то же самое у вас. Меня сюда привел дух Афисова ужиной. Так я не знаю, зачем. Здесь живет Афанасий Клочков, ее несостоявшийся жених. Его мать показала мне этот адрес. Он замешан в этом деле? Не знаю, я пришел допросить его. Приходите. Афанасий, там что-то есть. И это точно не Афанасий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже, у этого Лобазника действительно черная полоса в жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не бойтесь, Анна Викторовна, он уже не причинит никому вреда. Похоже, Клычков мертв уже несколько дней. Значит, он не мог убить Анфису. Ну, пойдемте, я позову городовых, они заберут тело. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА